Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй, продолжаем проходить Хастл Кастл. Ну что ребята, сегодня я собираюсь пофармить опять тех же самых орков, ради их же смутючков. Да, конечно магии у меня мало, не успело накопиться, но тем не менее орки никуда не делись. Так что давайте приступим. Ну что ж, Лупень, иди сюда, подзаборная бублока. Так, отлично, одного снесли. Ну и этим гаденышам тоже осталось жить недолго. Так, ну все, сундук наш, орки мертвы. Так, я открывать их сразу не буду, ребята, мы сделаем как. Сейчас у меня краса полечится, и пойдем на следующую с вами компанию. Так, нет, ты мне завязывай давай с этим посохом тут бродить. Я думаю, что-то тут не то. Они у меня, видите ли, все три с посохом стояли. Так, о, ребята, 700 тысяч. Нам осталось всего ничего. Буквально немножечко чайную ложечку меда, и все у нас будет на мази. Так, ну с манной, конечно, проблемы. Ну, она мне сейчас и ни к чему, по большому счету, да? Магия у меня там клеится. Ребятки у меня взрослеют. Получают новые уровни, поваров и так далее, и тому подобное. Алхимики варят ману. Что может быть лучше? Да ничего. Сейчас мы только дождемся, когда у меня краса полностью отхиляется. И пойдем на очередных, как говорится, орочих отродьев. Будем всех деребанить. Мне нужны сундуки. А сундуки зачем нужны, ребята? Естественно. Естественно, чтобы выбить оттуда хоть какой-нибудь шмот или посох. Так, очередная партия. Ну, слава богу, они такие слабенькие, поэтому даже напрягаться не будут. И единственную свою магию... Ого, слабенькие. А красу забомбили. Хм. Как-то у них так получилось. Ну, я, ребята, вам давно говорил, что она у меня какая-то столоватная. Может быть, кстати, знаете из-за чего? Хотя вряд ли это влияет, что у нее мало звезд. А у нее, по-моему, три звезды или даже две. Точно не помню. Вот. И как бы вам сказать, что... Может быть, из-за этого она слишком вялая. Будем так выражаться. Ладно. Пускай они у нас отлечиваются. И мы рванем сейчас. Ну что же, пора собираться в путь. Дорожку, как говорится. Все, давайте, ребятушки, возвращайтесь. Вы отхилились. Так что... Где наши орки? Ага, вижу. Жалко их, ребята, здесь очень мало. Не получится очень много набить сундучков. Сколько там? Три получается у нас, да? Ну, все-таки надежда теплится. Хоть какая-то. Хоть малая доля того, что что-то нам хорошенького выпадет. Ну, даже пускай шмот не выпадет мне на бойцов. Но хотя бы, может быть, на поваров, там, на казначеев. Что-нибудь должно. Неужели только одни ресурсы будут мне постоянно падать? Так, опять отправляем красу лечиться. И смотрим, что у нас по карте. Оу, ребята, елки-палки. А орки-то закончились. Как так? Вот непруха, ребята. Придется тогда вскрывать сундучки. А что делать-то? Делать нечего. Три сундука. Ну и то ладно. Да, не думал я, конечно, что их будет так мало. Не успели, как говорится, они накопиться. Так, пока выпадают одни ресурсы. Ну и третий у нас что? Порадуй. Порадовал, елки-палки. Одни ресурсы, ребята. Но, тем не менее, там в этих ресурсах и были. Деньги. Деньги нам нужны. 715 тысяч у нас на кону. Что ж. Что ж делать, ребята? Давайте сделаем так. Мы сделаем небольшую паузу. Я отлучусь и через какое-то время подойду. И мы глянем, что у нас изменится. Всем привет, ребята. Так, что у нас здесь произошло? А произошло у нас, ребятушки, следующее. Давайте я вам немножечко здесь покажу. Смотрите внимательно. И поблагодарим, поблагодарим эту прекрасную девушку Лену. Лену, точнее. Которая была ко мне так щедра. В чем загвоздка, вы спросите? А вы смотрите, ребята. Жалко, конечно, что я начал записывать не с самого начала. Я просто решил проверить карту. И успел уже нажать, когда у меня все дело было в процессе. Вы видите, как мне здесь фартануло. Ребята, просто фарт. Просто удачно получилось. Удачно я напал чисто случайно. Я даже не хотел записывать. И я получаю свои долгожданные 50 тысяч золотых. И смотрите на сумму, ребята. 776 тысяч. Это значит, что я делаю ап тренировочных бойцов. Наконец-то, наконец-то это свершилось. Да, полтора суток будет она делаться. Но оно того стоит. Оно того стоит, ребята. Фух, у меня как камень с души упал. Наконец-то я могу вздохнуть и поспать спокойно. А то мне это не давало никакого покоя. Так, ну что, ребята. Я даже уже и не знаю, чем, если честно, заняться. Так, собираетесь ли вы? Да фиг узнает. Вот, у меня еще сделался какой-то прогресс. Я не знаю там что. О, я еще и получаю синий сундучок. Так, и осталось победу. Одну какую-нибудь сделать. И еще получу сундук. Давайте глянем, что здесь. Ёлки-палки. И кристаллик. И лук. Как они подрасчитали-то все, а? Когда у меня ничего не было, они ничего не дают. Как я только сделал себе ап, сразу начали выпадать шмотки. Хе. Хитрая игра, однако. Ну да ладно, мне это только на руку. И я очень этим доволен. Фу, ну на самом деле я очень рад, что у меня получилось. Это, кстати, единственный был боец, Лена, вот этот вот. На которого я мог напасть. Остальные стояли без изменения. Так, ну что же. Давайте на кого... О, 444. Давайте попробуем на него напасть. И сделать этот еще один сундучок себе. Прогресс. Так, 35 тысяч. Ну, это, наверное, мощно. Но нам уже терять нечего, ребята. Теперь я могу нападать, наверное, на кого захочу. Сколько захочу. Ну, денег мне не жалко. Тем более их у меня и нету. Магии у меня, по-моему, тоже нет. Так что, что хочу, то и ворочу здесь. О, еще кристаллики полетели. Что-то очень часто они стали падать. Не к добру. Крис. Ну, давайте глянем Криса. Так. В принципе, можно его и разбомбить. Шмотки у него зеленые, как и у меня. Да, но у него опять эта кукушка сидит, а. Елки-палки на заборе. И бомбит. И дрить ее на корень. Нет, ну тут, видимо, мы проиграли. Магии у меня нету. Бомбануть мне лишний раз нечем. Хотя. Нет, 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 нет. Ага, все. Они переключились на воскрешателя. Давайте добьем его. Попробуем, по крайней мере. Ну, давай, давай, давай. Краса, не тупи. Есть. Все, ребята. Она сделала. У нее сработал удар. Урон по области. Вы видели, да? С одного удара упала сразу вся шайка. Великолепно. Да, конечно, ресурсов не так много. Но я сделал прогресс. И я получаю сундучок. Великолепно. Сейчас мы его и вскроем. И что нам тут достанется? Вау. Броня на мага. Вы посмотрите, как все хитро сделано. Я еще раз вам повторяю. Когда ничего не было, ничего не падало. Как только пошли дела в гору, начал выпадать шмот. Ну что же. Делаем, ребятушки, наверное, рекламную, так сказать, паузу. И скоро увидимся. Ну вот и я, ребята. Была коротка наша пауза. За этот момент на меня напал какой-то шурик. И, естественно, проиграл. Давайте мы сейчас посмотрим, как это дело было. Кто это такой у нас самый смелый? Ага. Так. Два мага. Воин и арбалетчик. Хорошо. Заодно я посмотрю, как мы обороняем наш замок. Так. Хилы у меня работают великолепно. Отхиливают мою красу. Но она падает, да? Нет, не падает еще. Ну, упадет сейчас. Вот. Оба упали. Но моя встала быстрее и побежала. Блин. Не добежала, к сожалению. Так. Давайте, давайте, ребята. Опа. Маг упал. Это хорошо. Дальше кто падает? Дальше падает воин. Так ведь? Так. Теперь маг упадет сейчас. Ну, давай ты падай уже. Хорош выделываться. Я не могу понять. А, он сам себя хилит, да? Ну, давай, давай. Хиль, хиль тебя. Так. Да смотри, какой он жесткий. Что за дела-то? Не могу понять. Мы не можем его пробить. О, пробили. Так. И остался арбалетчик. Арбалетчик. Давай падай. А почему такая маленькая... Я не могу понять. А почему так мало отнимаем у него урона? Из какого перепога он отхиливается? Я что-то не врублюсь. Это что за баги такие? Глюки? Лаги? Я не знаю, как это назвать. Вы посмотрите. Мы его колбасим. У него минус по одному, да? Минус один, минус сто, минус двадцать один. Жизни практически не уменьшаются. И он еще при этом как-то умудряется отхилиться. У него что, арбалет на отхил? Или кольца? Или бижа? Блин, мне интересно это посмотреть. Ребята, вы посмотрите, мы сколько его уже колбасим. Может быть ускорить время? Я не знаю. Что это за дела-то такие? У меня воин, лукарь, два мага бомбят. Еще плюс у меня баллиста и лучник мой на вышке. Вот, ну-ка, на четырехскоростной. Ядрить его на корень? Да что за дела? Нихера себе. Вот это, блин, лук. Вот это арбалет у него там был. Ха! Да, такого, блин, расколбась, пожалуй. Ну что, ребят, спасибо вам за сундучки. Так, будем сейчас их открывать. Да, жалко здесь не могу посмотреть, только мощь показывают. А мне бы очень сильно хотелось посмотреть, что это за Мария или Анна. Кто из них там был, я не знаю. Ну, что нам выпадает из сундуков? А, ресурсы. Это замечательно, ребят. Это очень хорошо. Меня это радует. Великолепно просто. Главное, что тренировочная строится. Больше меня ничего не колышет. Так, Иришка у меня стала взрослой. Пять звезд у нее. Просто зергут, как говорится. И теперь, что тут у нас? Алхимики растут. Шестой, седьмой уровень. Так, Петро у меня там пилит. Плотники шестой, седьмой. Казначей по шестому уровню получили. Просто великолепно. Поварята учатся. Пятый уровень получили. Так, что у нас тут еще? Так, магия вся изучилась. Елки-то-балки. В коем-то веке у меня полностью вся магия. Так, ставим новенькую. Я уже забыл, что такая полная, полная графа магии. Теперь у меня будет это получаться, наверное, намного чаще. Знаете почему? Потому что пока полтора суток у меня все это будет делаться. Хух, мы можем с вами тут шуршать. Шуршать. А вообще-то я могу, ребята, сделать, вам предложить на выбор другие какие-нибудь игры попроходить. Ну, вы сами подумайте, что я буду делать целые сутки. Ничего. Естественно, буду проходить. Ну, здесь, конечно, берется коты, боевые машинки. Это однозначно, да? Хасл от нас, конечно, никуда не денется. И еще, ребята, я хочу футуры файт начать проходить. Точнее, я ее давным-давно играл. Но сейчас хочу продолжить. Я не знаю, ваше мнение как. Хотите вы смотреть, не хотите? В общем, пишите в комментариях или мне в личку. И также, ребята, я присмотрел игру такую. Не из-за черепашки легенда. Мне понравилась сама система боя. Я вообще люблю именно вот такие игры, как у черепашки. Так что тоже пишите, что вы по этому поводу думаете. Скоро еще выйдут новые серии боевых котов BattleCats. Там я записал, как я прохожу боссов. Точнее, одного босса со второй главы. Перешел я там на третью. Потом, опять же, новая игра BattleCats, только Кликман. В общем, новинок у меня там насобралось целая куча, ребята. Единственный вопрос, как мне это все выложить. Времени нет, работа жмет. А новинок очень много. И я вас попробую как-нибудь порадовать чем-нибудь сладеньким таким. Так, очередные орки у нас. Давайте мы их раздеребаним. Получим от них наш сундучок. И, как говорится, все у нас будет на мази. Так, и это для нас просто шелуха. Яичная скорлупа. Так, получаю сундучок. Я даже уже, знаете, даже не буду обижен на то, что выпадет из этого сундучка просто ресурс. Вообще нисколько не огорчусь, поэтому все будет нормально. Очередные орки даже лечиться не будут. Потому что незачем. Я и так справлюсь. Я уверен в своих силах. Хотя, я, может быть, погорячился маленько. Тихо, тихо, тихо. Тихо, братки, успокойтесь. Видите, что ли, что я уже встал. Я в нормальности чувствую. Блин, и тем не менее, магия у меня тоже вата. Но скоро это все, ребятушки, изменится. Абсолютно все. И мы с вами, я надеюсь, продвинемся дальше. И будет у нас там все нормально. Будем колбасить, развиваться, будем набирать свой рейд. Ну, я видел сами, вы увидели в моих видео, что ребята там такие, бывают бизоны. Хо-хоу. По 70-80, а я видел по 100 тысяч мощей. Так что, долгая еще работа нам предстоит. Нам еще сколько зданий апать. Сколько нам... Ой, даже думать пока об этом не хочу. А вы, ребята, кстати, да, можете мне написать в комментариях или в личку, какие вы бы хотели увидеть игры. Ну, прохождение я имею ввиду. Ну, желательно толковые, хорошие, интересные. Вот такие игры мы будем с вами обсматривать, обнюхивать и проходить. Так, ладно. Это так, между строк было сказано все. Давайте подождем, когда у меня ребятушки мои отхилятся. Наберем все сундуки и сразу их скопом, как обычно, откроем. Чтобы не по одному, как говорится, а сразу все. Так, побежали мои братки. Давайте, отхиливайтесь. Манна. Деньги, смысл сейчас в деньгах нету. Деньги я не буду снимать, пускай они копятся. Потом у нас что там на очереди будет? На очереди у нас кухня развиваться будет. И, ну, арсенал я не знаю. Можно было бы, конечно, но мне, если честно говоря, жалко в данный момент это все делать. По 400 тысяч выкладывать. За что? За какие-то там 10 атаки дополнительные. Но на охранный ров у меня, естественно, не хватит. Четвертого уровня арсенал. Это там, по-моему, миллион сто. Миллион сто надо. А, даже полтора миллиона. Е-мое, куда? Куда это мне? 750 копил тут. Сами видели, как пыхтел. Кроптел. А полтора миллиона я буду тут долго-долго. Копить. Ну что же, очередные орки. Очередное пучное мясо. И, как обычно, мы их укладываем спать на бочок. Так, ребята, дорогие мои, отдыхайте. И я смотрю, вот у красы не хватает скорости по атаке. Неужели этот топор такой тяжелый, что она ударяет им один раз в 5 секунд, блин? Поэтому теряем, соответственно, ударную мощь. Я бы так это назвал. Даггерщики, которые с мечами, они очень быстро бьют. Но у них как-то атака, или просто у меня так получается, хиленькая. И у нас еще осталось сколько? 2 и 1. То бишь, 3 вторжения. Да? Да, 3 вторжения. Это 3 сундучка. Думаю, нормально. Так, что тут у нас? 27 тысяч. Ага. Фуфло, фуфло. И... Так, воскрешает. Ну, я не знаю. Можно было бы на него и напасть. Потому что... Чего? Ничего не теряем абсолютно. Но все-таки у нас основная цель сегодня орки. Я их хочу добить. Получить сундучок свой законный. Точнее, сундучки. Так. Видели, да? Почти 70 тысяч снял с казны у себя. Неплохой прирост идет по деньгам. Я не боюсь. Даже пускай приходят грабят. Мне не жалко. Все равно сейчас толково. Я ничего не смогу купить. А вот орков бомбить. Это мое любимое дело. Да, кстати, надо будет мне еще как-то, ребята, подумать над тем, как убить некроманта. Кстати, если кто знает, напишите мне, пожалуйста. Я так понял, что он слаб против бойцов. Потому что магов и лучников он убивает сразу. Еще как только мы заходим в бой. Но и воинов он тоже ложит нехило. Причем у него массовая атака. Он не по одному воину убивает. А именно с одного удара урон получают все. И хотелось бы, может быть, узнать какой-то секретик от вас. Если таковой имеется. Так. У меня скоро еще будут прогрессы. Вообще шикарно идем. Давайте, ребята, отхиливайтесь у меня побыстрее. Мне не терпится уже тут захватить, завладеть. Сундуки открыть. И посмотреть, что там все-таки выпадет. Да, нехило. Восьмой уровень у меня скоро Батыр получит. Это будет он самым последним. Ну как, самым последним? Не самым последним. Ну, самым развитым этим плотником. Восьмой уровень. Это пока у меня максимальный. Допустимый. А так, по-моему, их там 9 или 10. Не знаю точно. Наверное, все-таки их 10 будет. Вот. Четыре сундучка у меня есть. Замок у меня выглядит шикарно. Денежки копятся. Яблоки копятся. В общем, идет все хорошо. Тренировочная моя строится. Жалко, конечно, что один рабочий у меня просто так простаивает. Но у меня не хватает денег. Там минимум нужно 400 тысяч. А мне их взять неоткуда. 100 тысяч есть. А еще 300 накопить для меня сейчас, вот в данный момент, довольно проблематично. Так как, еще раз говорю, я в говношмоте в этом далеко никуда не уйду. Так, ну что, где у нас орки? Вот они, очередные наши ребятушки с пущенным мясом. Давайте их раздеребаним. И останется, по-моему, еще одно вторжение. В принципе, там тоже разберемся очень быстро. Рэп, вскроем сундуки. И все будет на мазине. Можно будет спокойно идти делать свои дела. Так, ну-ка, ляг. Отдохни маленько под деревцем. Как раз, чтобы голову не напекло теньком. А дерево тебя прикроет. Так, я еще и сделал прогресс. Итого у нас сейчас будет 6 сундуков. Великолепно. А синий сундук я уже получал за орков? Что-то я не помню. По-моему, получал, да? Так, еще 9 побед надо. И еще будет один прогресс. Ну, я, наверное, не успею его сделать. Так что, особо не будем. Вот тронный зал, да? 800 тысяч. В принципе, накопить реально. Очень даже неплохо дает там улучшение остальных залов. Но остальные залы будут, наверное, столько стоить денег, чтобы их развить. Елки-палки. Пока самое большое я видел, это полтора миллиона сумма. А там, наверное, уже будет за 2 миллиона. Аж мурашки бегут. Ну, там, соответственно, будут и враги мощнее, и денежки будут у врагов вкуснее. Так что, будем ждать этого момента. Так, ну что там, красавица. Дохилилась. Нет, еще маленько осталось у нее. Так что, смотрите, лесопилка, колодец маны, столовая, да? Это только начало, ну, что нам будет дано после улучшения. А там дальше идет и лесопилка, и мана. В общем, все-все-все самое-самое такое нужное нам. Так, Китти так до сих пор на карте стоит. Никуда не девается, а? Как присосалась здесь. Ну что тут, сколько их, а? 5 орков, да? Смотрите-ка, 4 лучника и 2 воина. Ой, а почему это у меня трое-то? С какого перепуга у меня трое бойцов? И то не бойцы, а маги. Ё-моё, я сейчас так... Да ну, не может быть так... Так, надо, блин, надо что-то делать, я не знаю. Если что, я выполню еще одну магию. Лукарь, ты справишься, нет? Ты же должен справиться, ты у меня раскачанный, будь здоров. Ага, отлично, и последний. Так, великолепно, все-таки... А что случилось-то, я не понял, где у меня краса, куда она там делась-то? О, сундучок заработал синий, замечательно. Вы смотрите, где она ходит, а? Красота наша, блин. Совсем припухла, блин. Ну ты даешь, а? Из-за тебя чуть не прогорели. Давайте, ребята, вскрывать наши любимые... О, это что-то новенькое. Что это такое? Ага, это алхимику. Первый раз вижу такую книжку. Я думаю, что это... Ух ты, на повара выпала шмотка. Великолепно. Так, здесь что у нас? Ресурсики. Так, очередной пошел. Опять ресурсы. Еще один вскрываем. Так, ресурсы. Что, кончился на этом фарт? Ага, колечко. Это у нас казначеем. Меня это радует. А здесь ресурсы. Ну, а синего что выпадет? Телеринь. Посох. Ядрить его на корень. Ого. Две с половиной тысячи урона. Врагу наносят. Это нормально так, в принципе, да? Я считаю, что неплохо. Плюс еще крит 13. Значит, все-таки магам есть смысл ставить кольца на крит. Значит, они критуют, раз такой посох дали. Хм. Будем знать на будущее. Я думал, что крит это нужен только арбалетчикам. Ну, и на худой конец войнам. А значит... Ну, я просто предполагал, что есть магический крит. Как во всех играх фэнтезийных, да? Магический крит. Так и называется. А тут, видите ли, можно просто использовать крит. Ну-ка. Так, нет, слабовато книжечка. Давай-ка обратно мы поменяем тебе пробирку. А где твой второй напарник? Он стоит рядом. Ну-ка, давай-ка посмотрим здесь книжку. Да, самое то, что надо. На 5 единиц, но все-таки 5 единиц. Так, Глафирочка. Что там у тебя? Ты у меня сладенькая, да? Любомир. Так. Юлиана. Юлиана, блин. Михаил. Так. Они все у меня, блин, без... Без это... Бездетный, я хотел сказать. Что я несу? Так. Сколько тебе там осталось? В принципе, неплохо. Немало, точнее. Ладно. Так. Вы вылечились? Давайте возвращайтесь. А по-моему, орков уже на карте не осталось. Так. Так, Иришечка, Иришка. Ну-ка. А что тебе дать? Это ты не потянешь. Это тоже ничего. Ты не потянешь. Максимум, что повара. У тебя шестой уровень, но... На повара у меня, к сожалению... А, нет. У меня есть костюм повара. Но я думаю, тебе его незачем одевать. Потому что у меня своих там поваров хватает. Да. Так. Ну-ка, давайте глянем колечко. Ух ты. Самое то, что надо. Вот ей-то мы как раз и поставим. Шикарно. Как раз на восьмой уровень. Блин, не зря я все-таки казначей вкачал в свое время. Так. Теперь давай посмотрим халатик. Ядрить его на корень, а. Шестой уровень нужен. Кто у меня здесь с шестым уровнем? Вот ты. Ну, у тебя практически такой же халат. И он тебе ничего не дает. Блин. Не катит. Ну, а у тебя что, блин? Так. Ёлки-палки. У меня все повара в нормальный костюм, оказывается, сидят. А я думал, что они у меня как нищеброды. Да ничего подобного, оказывается. Хм. Ну, это и хорошо, ребята, что все так складывается. Лучше, когда пускай будут в нормальных шмотках, чем в лохмотьях каких-то. Или, наоборот, кому-то не хватать будет. Так. Один день. Сутки-сутки будут строиться. Блин, моя. Я не могу дождаться, когда она закончится. Ее-мое. Это как что мы там ждали? Я уже не помню. Трое суток-то. И я не выдержал-то. Блин. Я уже забыл. По-моему... По-моему, это у нас этот... Тронный зал, да? Тронный зал. Трое суток строится. Обалдеть, может быть. Так. Давайте заменяем магию. И посмотрим вот этого 444. Ой-ой-ой. 35 с половиной тысяч мощей. Да. Такой немаленький, не слабенький. Игрок. Поэтому мы его не будем даже и трогать. Но помимо него там еще были, ребята. Поэтому, я думаю, есть смысл прогуляться по карте и посмотреть еще разок. Блин, сколько у меня шмота, которую я не могу использовать. И разбирать-то жалко, а? Давайте вот этот посох поставим. 297 плюс крит и 2500 атаки. Да, пускай за 3 секунды, но все-таки. Все-таки это мощь. Так, смотрите. У нас Саша есть какой-то. Давайте глянем. Саша. Давайте нападем и попробуем справиться с ним. Получится у нас или нет? Как там маг у нас с этим, с боевым посохом? Так, я одну магию потратил. О, ребятушки. Нет, подождите-ка. Я уже... О, все, все, все. Ну, давай, 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 давай. Есть. Все, ребят, мы справились. Кстати, я не знаю за счет чего, но посох, по-моему, рулит. И мы получаем 50 тысяч голды. Просто так, с куста. И это хорошо, ребята. У меня уже почти 200 тысяч. Еще 200 тысяч и я смогу улучшить, например, кухню или погреб. Там уже можно будет, в принципе, и определяться. Один рабочий у меня еще в запасе есть. Так что можно сильно не волноваться по этому поводу. Так, чем бы нам, ребята, сейчас еще заняться? Может, еще кого увольнуть сходить, а? Попробовать. Рейт у нас какой? 1387. Нормально. Еще бы, конечно, чуть-чуть скинуть. Не помешало бы. Для пущей, как говорится, радости. И можно будет смело, что хочешь тут делать. На твой замок, даже если нападут, отпор дадим. Ну, а мы, естественно, нападать ни на кого не будем. А если и будем, то только на слабеньких. Потому что на мощных, ну, вариант не прокатит. Так, что они у меня там? Ёлки-палки, слишком долго хилятся. Слишком долго. Ну что же, ребята, давайте тогда пройдемся и посмотрим. Так, леди, леди, давай-ка глянем тебя. 31 тысяча в атаку. Уже все равно, кого бомбить. Так, магию использовали одну. Так, падает краса у меня. Но тут же сразу встает обратно. Но у него, по ходу дела, тоже рессальщики. Да? Сейчас проверим. Так, воин упал. Упал второй воин. Будет оживлять, нет? Ух! Ты, вообще халявная победа, ребята. Ух ты, еще 50 штук заработал. Вообще великолепно. 227 тысяч. Неожиданно даже для меня. Какие-то тут ребятушки-то хиловатые пошли. Ну, и рейд начинает у меня расти. А мне этого не хотелось бы, ребята. Не хотелось бы. Так, ставим обратно магию. Кстати, а у меня магия-то улучшилась же вроде бы, да? Я же вставил на улучшение. А, нет, она еще только... Подождите, я уже и не помню. Улучшилась она или нет? До третьего уровня-то и до второго. Вообще уже все из головы вылетело. Ёлки-палки, а? Так, что у нас тут, Егорушка? Что у тебя? Ну, у тебя с ресурсами, конечно, жиденько. Совсем жидко. Даже, не знаю, стоит ли тебя вообще тут мурыжить. Так, Дмитрий. Давайте глянем Дмитрия. Так, у Дмитрия уже будет получше. Но у него воины, воины, маг и маг. И маги, как обычно, с воскрешением, да, стоят? Да, два мага с воскрешением. Это бесполезно. Тем более, когда два воина в куче. Ладно, проехали. Ну, что вы тут? Все, подлечились. Давай меняться теперь. Так, великолепненько. Ставим их обратно. И идем, ребята, на карту. И, наверное, сейчас мы сделаем с вами последний заход. Последнюю атаку. Так, давайте выберем кого-нибудь. Так, Дмитрий и Игорь. Ну, что такое? Ага, Игорушка. 24 тысячи. Давайте его попробуем бомбануть. Как говорится, на дорожку. Получится? Нет. Ух ты, у него два арбалетчика. Это что-то новенькое. Такой компании я еще не встречал. Точнее, встречал, но это было очень давно. В последнее время у нас практикуется на магах. А тут на лучниках. Очень замечательно. Ну, и, как видите, мы разбомбили вообще. Просто как, не знаю кого. 23 тысячи золотых мы получаем. И того у меня становится... Я уже не помню, сколько денег. Эй. Что с игрой, ребята? Почему зависла игра? Блин, вот такое сейчас, кстати, очень часто случается. Я не знаю, по какой причине. Я надеюсь, игра-то не зависла. Ну, вроде музыка идет. Надписи всякие меняются. Оу. Наконец-то прогрузилась. Я уж думал, зависла и придется выключать. Но, как видите, все прошло удачно. Так, давайте, ребята, идите. Отхиливайтесь у меня. И я думаю, сейчас мы с вами сделаем последний уже. Вот сейчас точно последний заход. Забег. И все, ребята. Надо будет идти делать свои личные дела. Так, давайте выберем вот этого Криса. Как говорится, сразу будем нападать, даже не мешкая. Проиграем, выиграем, не имеет уже значения. Просто нападем. Так, и этот, что я хотел сказать? А, хотел сказать, что на этом, ребята, я буду заканчивать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. И мы обязательно с вами увидимся в следующей серии. Хотелось бы, конечно, чтобы к следующей серии у нас с вами скрафтился, как говорится, тренировочный зал. И будем тренировать своих бойцов. Правда, на это, опять же, нужно будет время. Но, да не беда. Совсем мы с этим справимся. А на этом все, ребятушки. Всем спасибо. Всем пока. Удачи. Не болейте. И до новых встреч.